Вновь запреты, неблагоприятная ПИД-обстановка в Алтайском крае и новые ограничения. Когда тянет к воде и приключениям? Почему барнаульцы предпочитают дикие пляжи городским? Килограммы мусора. Кто и зачем спасает барнаульскую пивоварку? В Алтайском крае вводят новые ограничения по коронавирусу. Соответствующее решение приняли на заседании Оперштаба в правительстве региона. ЭПИД-обстановка на территории края оценивается как неблагополучная. Об этом заявила руководитель регионального Роспотребнадзора Ирина Пащенко. Ежедневный темп прироста заболевших достигает 8% по краю в лидерах барнаул. На него приходится почти 50% ковид-положительных. В связи с этим принято решение о запрете массовых мероприятий численностью более 50 человек. Ограничения коснутся и кинотеатров, театров, открытых бассейнов. Они могут быть заполнены лишь наполовину. Указ о введении ограничений губернатор подпишет на следующей неделе. Со следующей недели мы перепрофилируем опять один корпус 12-й городской больницы и готовим краевую больницу также для того, чтобы поступающие с иными заболеваниями, но помимо этой инфицированной коронавирусной инфекцией, также могли получать эту медицинскую помощь. На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в крае близится к 55 тысячам человек. За минувшие сутки выявлено 194 новых случая, 10 человек скончались. Тем временем даже такие цифры не пугают некоторых горожан. В общественном транспорте и торговых центрах снова появляются антимасочники, которых не волнует ни эпид-обстановка, ни замечания. Анна Рашагирова продолжит. Пока вакцинации в регионе дело все еще добровольнее, единственным обязательным средством защиты от COVID-19 все еще остается медицинская маска. Правда, в жару горожане пытаются эту самую маску приспустить, снять, а то и вовсе убрать в карман. И вроде бы за год пандемии уже можно было привыкнуть к новым реалиям. Но тут и там появляется видео о том, что движение очередного трамвая или автобуса временно блокировано из-за антимасочников. Тех самых, кого не волнует ни инфекция, ни чужие замечания. Буквально на днях история повторилась в трамвае номер 10. Две женщины держали маски в руках, но категорически отказывались их надевать. Вы читаете законодательство, вы сейчас занимаетесь геноцидом. Давайте ваши документы. Чаще все обходится спокойнее, говорят кондукторы. И все равно, пока не напомнишь, люди будут сидеть без масок, прикрываясь тем, что совсем про нее забыли. Я уже болела, поэтому... А как же вообще, честно, это вас боитесь, что кому-то перестадите? Я уже давно болела. А другие, извиняюсь? Многие уже как бы просто плюнули на то, что ковид и все такое. Просто уже людям надоело это все, как бы и жарко еще. Кстати, жара – главное оправдание горожан. Мол, и без того дышать нечем, а тут еще и маски. Уже невозможно ходить. Россия. По улице как бы без нее. Ситуация в торговых центрах еще плачевнее. И хотя на входе в свободном доступе лежат маски, посетители не спешат их надевать. По большей части игнорируют. Просят человека надевать, он одевает, тут же снимает, неправильно одевает. Многие на вопрос, а где ваша маска, используют другие от маски. Ссылаются на недавно поставленную прививку, хотя никто не обещает, что это стопроцентная защита от вируса. Я не переносчик, я сдавал тест. Перед тем, как поехать, я сдал тест. А сами не боитесь заразиться? Я об этом не думал. Тем временем число пострадавших от COVID-19 только растет. Например, по сравнению со вчерашним днем, в крае их стало больше на 194. А значит, отказываться от маски пока не стоит. В этом мы можем позавидовать жителям Европы, испанцам и швейцарам, где уже на этой неделе отменили масочный режим. Нам же до этого пока далеко. Анна Рашигирова, Дмитрий Денисов, день с толком. Нет прививки, нет работы. Именно так сотрудникам одного из алтайских предприятий сказали их руководители, предоставив приказ, где четко прописано работников без противопоказаний, отказавшихся от вакцинации, отстранить от работы без сохранения зарплаты. Однако руководство предприятия подстраховалось, сказав, что если губернатор и санитарный врач примут решение об обязательной вакцинации, то только тогда могут отстранять от работы, если нет прививки. Но сейчас, когда подобные ситуации происходят в разных сферах деятельности, по словам юристов, отстранять или увольнять сотрудника без вакцинации незаконно. Но именно прививаться с этой точки зрения, абравируя это отстранением, нет, это незаконно. У нас вакцинация не введена на уровне императивно обязательный. Не введена ответственность, соответственно, за отказ от вакцинации. То есть это добровольная вещь. Поэтому 5.76 отстранить от работы невозможно. Но, как говорится, если не кнут, то пряник. Так, например, на шинном комбинате запустили акцию. По словам сотрудников, рабочие, которые вакцинировались, получают денежную премию в размере 1 тысячи рублей. Подарочные деньги обещают выдать вместе с ближайшей зарплатой. Врачи и эксперты Роспотребнадзора ответили на все вопросы о вакцинации. В концертном зале АГУ прошла встреча, посвященная борьбе с COVID-19. Врачи и эксперты развеивали мифы. Например, на встрече рассказали, что из-за слишком маленького процента прививающихся вирус продолжает размножаться и развиваться. Теперь под ударом молодые люди и беременные. Материал о мнении экспертов по поводу вакцинации смотрите завтра в итоговом выпуске. А пока к другой теме. Двух девочек, которые пострадали на батуте в Барнауле, выписали из больницы. Об этом сообщает Краевой Минздрав. Теперь дети будут получать лечение амбулаторно. Напомним, инцидент произошел 30 мая у торгового центра район. Перевернулся батут. В результате отбросило двух детей, трех и четырех лет. Девочки получили серьезные травмы головы. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии их увезли на скорой. Где будет находиться Стелла, город трудовой доблести? Этот вопрос решали жители Барнаула в течение месяца. Свои предложения они направляли через платформу обратной связи и интернет-приемную на официальном сайте города. Всего было предложено 23 варианта. Так, по мнению горожан, Стелла может быть установлена в центре на площади Советов или Сахарова, Октября или Победа, а также в Нагорном парке или Речном вокзале. Были предложения разместить ее и в микрорайоне «Поток». Все варианты рассмотрят комитеты администрации города, а затем экспертная рабочая группа, куда войдут представители общественности, архитекторы и строители. Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено Барнаулу 20 мая этого года указом президента России Владимира Путина. Это звание учреждено, чтобы увековечить подвиг тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. И к другой теме. Жители дома на улице Юрина, 243, уже более пяти лет живут с протекающей крышей. Во многих квартирах от стен отходят обои, искрят розетки и растет грибок. Однако капитальный ремонт кровли запланирован только на 2029 год. Управляющая компания пытается бороться с протечками с помощью заплаток, но после каждого дождя квартиры все равно топят. Подробнее расскажет Артем Гусельников. Капитальный ремонт кровли дома 243 на улице Юрина был сделан 8 лет назад. Но уже через год вода с крыши потекла в квартиры жильцов. Теперь дождь для них идет не только на улице, но и дома. Страдают от этого все квартиры с третьего по пятый этаж. Во многих из них уже не раз приходилось делать ремонт. Вода в буквальном смысле течет по стенам потоками. Все, что от нас требовалось, мы сделали. Мы два раза подняли тариф на капитальный ремонт. Вот мы произвели экспертизу крыши, соответственно. Мы прошли комиссии все, которые нужно было пройти. И на данный момент мы до сих пор находимся в резерве. По результатам экспертизы состояние кровли оценивается как ветхое и недопустимое. Но капитальные работы запланированы не раньше, чем на 2029 год. Управляющая компания проводит латочный ремонт, но этого, говорят жильцы, недостаточно. Нам все время говорят, потерпите, потерпите. Вот на следующий год мы обязательно сделаем крышу, только вы повысьте тариф. Мы каждый год повышаем тариф. Бесполезно. Жильцы ежемесячно платят по 9 рублей с каждого метроплощади. За год они собирают почти 600 тысяч. Большая часть средств уходит на текущее содержание здания. Для того, чтобы провести капитальный ремонт крыши, как нам сообщили в администрации города, потребуется не менее 12 миллионов рублей. На данный момент таких денег у регионального оператора нет. Грибок, вот он идёт, я его счищаю, и постоянно хлоркой счищаю. А так у меня вот такие вот висят, прям вот как, ну, белый такой это. Это как дожди пройдут большие, косой особенно дождь. Но помимо этого вода нередко вызывает проблемы и с электричеством. Порой она просто вытекает из розеток. И поэтому жильцы дома уже не первый год задаются вопросом, кто же должен отвечать за возможную смерть от удара током. Артём Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за жары. По информации специалистов МЧС, вплоть до 5 июля температура воздуха в регионе будет достигать плюс 35. По прогнозам спасателей, не исключены кратковременные дожди с грозами. В ночные и утренние часы местами туман. В такую погоду особое внимание следует уделить здоровью. В первую очередь это касается людей с хроническими заболеваниями и пожилых. Медики советуют сократить время пребывания на улице в жаркие часы, соблюдать режим питания, пить больше воды и отказаться от вредных привычек. И вот как раз в такую погоду особо тянет к воде. Тем временем несанкционированные пляжи становятся всё грязнее и опаснее. Тем не менее, сегодня наша съёмочная группа нашла на народном месте купания больше людей, чем на официальном городском. Почему барнаулицы предпочитают дикие пляжи муниципальному, и что об этом думают специалисты, смотрите в сюжете. Воду пока совсем не назвать тёплой. Несмотря на это, городской пляж официально открыт, работает давно, принимает всех желающих. Самое главное здесь чисто, безопасно. И несмотря на это, почему-то многие предпочитают пляжи несанкционированные, которые проверяющие органы называют опасными для жизни. Почему и хотим понять. В барнули около 20 несанкционированных мест для купания. На них с рейдами периодически бывают сотрудники МЧС и других проверяющих служб. Они, в отличие от официального городского пляжа, таят в себе множество опасностей. И на них, конечно, нет квалифицированных спасателей. Потому что в основном тонут люди, которые в алкогольном опьянении, и дети. Людей в алкогольном опьянении мы выводим. И тут у нас есть патрулирует охрана. Если они не сопротивляются, мы подходим к охране. Она уже делает свое дело. И детей мы тоже смотрим, чтобы дети до 18 лет приходили со взрослыми. У спасателей есть инструкции. Они действуют на опережение. Поэтому, когда за несколько последних лет приходилось доставать из воды тонущего, здесь припомнить не могут. А вот на диких пляжах все иначе. В прошлом году от утоплений всего погибло 18 несовершеннолетних. От дорожно-транспортных происшествий – 12. У нас второй год подряд происходит увеличение числа детей, утонувших в естественных водоемах. Но дикие пляжи несут не только опасность смерти, есть неприятности и поменьше. Среди всех несанкционированных вот этот пляж – один из самых любимых. Здесь, кстати, не должно стоять контейнера. Его все равно поставили, потому что люди бросают мусор. И несмотря на то, что он стоит, его продолжают бросать вокруг него. Поэтому здесь любят не только купаться, но и проводить субботники. Видимо, здесь субботник недавно прошел. Как показывает практика, эффекта хватает ненадолго. Посетители пляжа подтверждают. Итого, в сухом остатке платные или муниципальные пляжи позволяют вам не пополнить статистику утонувших и не испортят впечатление мусором. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Сотни килограммов мусора, которые попадают в пивоварку со всего города, образовали затор. Для того, чтобы отходы не попали в Барнаулку, а потом уже и вопь, братья Виталий и Игорь Аверьяновы проводят ежемесячные субботники. Один из них состоялся сегодня. Подробности у Артема Гусельникова. Затор из бытовых отходов образовался недалеко от Барнаульского водопада еще весной. Сейчас здесь сотни килограммов мусора, ветки, пенопласт, старый холодильник и пластиковые бутылки. Последних больше всего. Экоактивисты братья Аверьяновы борются с подобными загрязнениями уже четвертый год. Пластик, он разлагается 400 лет. И разлагается он не в ноль, а разлагается на микропластик. И, следовательно, этот микропластик попадает везде. То есть его съедают рыбы там в дальнейшем, да, и тому подобное. И впоследствии опять же человек. То есть вот этот мусор рано или поздно съедим мы. Эта свалка, говорит мужчина, по своей структуре напоминает айсберг. На поверхности видно только малую часть мусора. Толщина основного слоя, который уже успел спрессоваться, в этом месте может превышать несколько метров. Причину Виталий и Игорь видят в безответственности горожан. Дальше по течению там находятся базы оптовые. Там отчастный сектор. То есть, ну как можно таких людей назвать? Человек, который, видать, не заботится о природе, он берет, вот мы наблюдали, пакет раз через забор выкинул, бутылки раз выкинул, все это в речку. Базы оптовые, то же самое делают. В планах братьев Аверьяновых расчистить это место и не допустить попадания бутылок и другого мусора сначала в Барнаулку, а затем в ОПП. Для этого они ежемесячно проводят подобные субботники. И присоединиться к ним может любой желающий. При себе достаточно иметь лишь резиновые сапоги, перчатки и средства от комаров. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком. И к новостям спорта. В Омске состоялась торжественная церемония старта международного ралли «Шелковый путь», один из этапов которого пройдет в Алтайском крае. Они всегда на страже спортивных новостей. Сегодня, 2 июля, отмечается День спортивного журналиста. Какой бюджет спортивной отрасли на 2021 год? И приедет ли в Барнаул нападающий Аргентины и футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси? Расскажет Дмитрий Дарподроздов. Центральная площадь Омска – торжественная церемония начала международного ралли «Шелковый путь-2021». Путь 91 экипаж из 32 стран отправились сегодня утром. Им предстоит преодолеть до конечной точки в Монголии 5250 километров. А уже 3 июля участники приедут в Алтайский край, пересекая наш регион от села Расказиха до Аккутихи. Международный день спортивного журналиста отмечается ежегодно 2 июля, начиная с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. В этот день, в 2024 году, в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет более 150 национальных союзов журналистов. Более 2 миллиардов рублей составит общий бюджет отрасли физической культуры и спорта Алтайского края в 2021 году. Для сравнения, в прошлом году сумма составила 1,5 миллиарда рублей. Средства направят на обустройство стадионов в городах Алтайского края, капитальный ремонт ледовой арены в Славгороде, спортшколы в Белокурьхе. Всего в программе прописано более 30 спортивных объектов. Барнаульская команда Алтай-Тент, выступающая в премьер-лиге чемпионата Ак-Камф по летнему мини-футболу, хочет заполучить свой состав Лионеля Месси. 1 июля у титулованного аргентинца истек контракт с Барселоной. Об оформлении нового соглашения официально не сообщалось. И руководство клуба решило испытать удачу. Сейчас Алтай-Тент в своем активе имеет 2 ничьи, 5 поражений и 0 побед. Поэтому приезд вместе в Барнаульский клуб явно необходим. Дмитрий Дроздов. День с толком. В завершении выпуска немного о культуре. В художественном музее края сегодня открылась выставка «Я люблю эту землю». Работа алтайского художника Николая Панченко здесь представлена впервые, хотя за плечами автора уже более 40 персональных экспозиций. На этой он представил деревенскую «Мадонну», «Желтого кота» и студенческую работу 70-х. В основном же Николай Панченко пишет деревенские пейзажи сельских жителей, часто обращается к военной тематике. Но все работы, по словам научного сотрудника музея Юлии Минякиной, отличают использование ярких оттенков, несвойственных реалистической школе живописи. Цвет такой необычный, насыщенный. Видимо, вот это и привлекает людей, потому что люди заходят на эту выставку отдыхать и просто наслаждаться видами.